Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я жду свою презентацию. Какая вы сказали? Благодарю. Я поговорю о моделировании. И я начну с выгодок очень простых вещей. Как вам известно, любая модель это абстракция, действительность. Абстракция – это отвлечение процессов от несущественных сторон, свойств и связи объектов с целью выделения их существенных закономерных признаков. Итак, зачем, собственно говоря, нам нужно моделировать? Целью моделирования у нас – это понимание внутренней природы объектов, прогноз событий, оптимизация систем и доказательства утверждений. При этом решение, непосредственное решение, дает только оптимизация систем. Все остальные цели при достижении мы только улучшаем свое понимание и используем эти цели в процессе принятия решений. Таким образом, все цели моделированы, направленные на выполнение перманентной задачи человека, это принятие его решений, и, соответственно, можно сформулировать одну головную цель – это повышение качества принимаемых решений. Собственно говоря, для этого моделирование нам и нужно. Можно один слайд назад? Спасибо. Примерно лет 15 назад были проведены социологические исследования, широкомасштабные. Авторы Бернер, Дернер, Диел и Экстремер, в своих исследованиях они проводили эксперименты с лицами, принимающими решения в сложных технологических системах, где было выяснено, что, как правило, человек принимает решения очень низкого качества. И каковы, собственно, говорят причины низкого качества решений принимаемых человек? Это, прежде всего, недооценка и ошибочное восприятие эффектов обратной связи и запаздывания, прощение реальности и выборочное использование информации, ограниченность во времени процесса принятия решения, неопределенность и сложность окружающей среды. При этом процесс тренировки, он, само качество принимаемых решений никак не повышал, он всего лишь тренировал человека и повышалась скорость принятия решения. Вот в этих исследованиях был приведен характерный такой пример. Когда людям давали принимать решения в системе всего лишь 10 параметров, и там была задана целевая функция, то самые лучшие из испытуемых давали решения, которые 7 раз отличались от оптимальных. 7 раз человек мыслит лучше, чем, в принципе, это могла бы делать какая-нибудь компьютерная система. В этой ситуации, конечно же, нам на помощь пришли компьютеры, а впоследствии, когда сами компьютерные модели стали весьма весной сложными, нам на помощь пришли суперкомпьютеры. Понятное дело, что суперкомпьютерное моделирование, в отличие от обычного компьютерного моделирования, имеет свои недостатки. Прежде всего, оно сложнее, и, как правило, любой вид деятельности человека со сложностью приводит к более глубокому разделению труда. Как следствие этого, становится меньше людей, способных задачи воспринимать целиком, соответственно, ставить эту задачу. Но, тем не менее, компьютерное моделирование является трендом. Я хотел бы только сказать, что задача должна созреть для компьютерного моделирования, суперкомпьютерного моделирования. И само суперкомпьютерное моделирование не должно быть самоцельным, потому что хороший алгоритм, хороший алгоритм и хорошая математика интенсивно достигают эффективности, в отличие от компьютерного моделирования, суперкомпьютерного моделирования, которое в этой же цели достигает экспенсивным способом. Значит, теперь мы можем перейти к типам моделирования, к их классификации. Конечно, любая классификация условная. Я свою классификацию построю на уровне, с одной стороны, с левой стороны, повышение абстракции модели, а с правой стороны, повышение реализма. Значит, на правой стороне у нас стоят учения, натурные эксперименты. Они уже в своем ходе исполнения слабо управляемы. Затем идут компьютерные игры или тренажеры. Потом идет имитационное моделирование, которое само по себе, как я уже сказал, решение не дает. Оно, как правило, дает решение с процессом принятия решения, где человек является в пункте принятия решения. Потом идет аналитическое, повышение абстракции, аналитическое моделирование. И в конце концов идут решения инвестиционных задач, которые дают единственное решение. Они, в свою очередь, делятся на многокритериальные и многокритериальные. В тех ситуациях, когда у нас несколько игроков, и каждый из которых достигает каких-то оптимальных целей, и, как правило, они рассматривают друг друга как оппоненты, здесь вам на помощь приходит теория игр. Вот по каждому виду моделирования мы имеем свои компетенции. И быстренько примеры по этим компетенциям. Значит, вот перед вами демонстрируется, ролик не запустился, почему-то. Натурный эксперимент жесткой посадки суперджета. Внизу дан расчет. Это не было натурным экспериментом. Это была реальная нештатная ситуация, которая, впоследствии, послужила натурным экспериментом. Впоследствии на нем была программа много свалидирована. В соответствии, был сделан ряд численных экспериментов. И, как результат этих экспериментов, суперджет был принят в эксплуатацию без каких-либо дополнительных испытаний. Наверное, нет. Да, он полетел, но мы уже пошли дальше. Можно переключить на свои счеты? Здесь характерный пример тренажера. Это виртуальная АЭС, которая была смонтирована в Санкт-Петербургском атом-энергопроекте. Результатом этого тренажера стало повышение квалификации персонала АЭС. И эффективность его действий как в штатных, так и в штатных ситуациях. Следующий слайд нам показывает множество примеров имитационного моделирования. Здесь сверху вы видите, как ранее принимались решения с полномасштабными испытаниями. Благодаря суперкомпьютерному моделированию полномасштабных испытаний стало гораздо меньше, а точнее, как правило, не больше одного засчетного эксперимента. Эти задачи ранее уже докладывались на предыдущих выставках. Вот это характерный пример имитационного моделирования, достигнение решений, где человек находится в контуре принимаемых решений. Дальше, как вы помните, у нас пришло стахастическое моделирование метода Монте-Карло. Не включите, пожалуйста. Здесь данный пример моделирования реальной станции Катербург-Сорфировочная. Задача моделирования стахатических компонентов здесь является подходящие поезда и их составность. Это реальная станция, это ее схема. После многочисленных экспериментов были найдены куски места, как в самой технологии, так и в стационарном развитии. Следующий. У нас идет... Время немало. Включили все, что мы будем смотреть. Это реальная система. Она докладывалась на НДЭКСПО. Эта система построена исключительно на оптимизации. Называется она автоматизированная система-непропрогноз. Вы перед собой видите экранные формы армов, реальных армов, за которыми сидят диспетчера и линейные работники. Суть этой системы в том, что она минимизирует стоимость перевозочного процесса, при этом выдает планы всем диспетчерам и линейным работникам. Справа вы видите команды, которые диспетчера должны выполнять. И если эти команды будут выполняться, соответственно, весь перевозочный процесс должен идти оптимальным образом. Экран их много, потому что в процессе, в перевозочном процессе задействовано множество людей. Там есть подвязка локомотивов, подвязка локомотивных бригад, ремонтные работы и так далее, и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Это дана визуализация проведенного ранее расчета. Красными точками, здесь вы видите, что считается вся сеть АОРЖД. Красными точками показаны поезда, точнее вагоны в этих поездах, которые имеют текущее опоздание. Соответственно, поезда, в которых находятся эти вагоны, получают наиболее высокий приоритет. И они начинают быстрее продвигаться по сети, ввиду того, что их, в первую очередь, по приоритетности идет пропуск поезда. В первую очередь, им подвязываются локомотивы, подвязываются локомотивные бригады. Таким образом, происходит онлайн управление перевозочным процессом. Естественно, если реальная ситуация несколько отклоняется от прогнозной ситуации, система это видит. По диспозиции всех объектов перевозочного процесса. И тут же делает пересчет. Соответственно, предлагает новый план перевозочного процесса диспетчерам и линейным работникам. Следующий слайд, пожалуйста. Потом у нас шланг многокритериальной оптимизации. Вот эти вот комплексы ментационного моделирования, которые произведены моим предприятием, тоже двигаются в сторону многокомпонентной оптимизации. В частности, комплекс удобностей, по которому считался выше показанный супер-режет, и по считыванию других задач, был добавлен модуль оптимизации. И здесь представлены первые шаги многокритериальной оптимизации, где задачи направлены на нахождение оптимального профиля крыла. Далее, следующее слайд, пожалуйста, перешелкните. Далее, хотелось бы поговорить о результационной платформе, на которой вы видели результаты расчета, в том числе АЭС-инфопрогноз, но она также используется и для реализации по теории игр, различных игровых ситуаций. Следующее слайд, пожалуйста. Значит, в качестве макроязыка моделирования в платформе, в мультиагентном моделировании используются сети Петри, вложенные сети Петри. Они обладают выразительностью в большинстве пьюринга, вот они обладают высокой абстракцией, поэтому в процессе моделирования надо фишки и состояние связываться с реальными объектами, таким образом, понижая уровень абстракции. Следующее слайд, пожалуйста. Далее, значит, что происходит? Так как сети Петри позволяет также статистическое моделирование, то в соответствии сети Петри ставится Марковский граф, причем появляется такой эффект комбинаторный взрыв, поэтому это делает исключительно программа. Человек не в состоянии, в основном, какое количество состояний системы Марковского графа. Потом ему в соответствии ставятся матрицы интернет-дефиненциальных уравнений Марковского восстановления, которые в последствии решаются и таким образом решаются задачи статистической теории. Следующий слайд, пожалуйста. Вот на следующем слайде дам пример оценки уровня физической защиты некого объекта, данном случае это вокзал, реального объекта компании «Носатом» я вам не могу показать, как правило, они закрыты, но вот возьмем публичный объект, посмотрим два сценария развития ситуации, где у нас есть два охранника. Значит, в первой ситуации, когда всего лишь два охранника мы видим, что террористу удается нанести какой-то неприемлемый ущерб, соответственно, мы меняем сценарий, с ним числа, пожалуйста, где уже три охранника. И компьютерное моделирование показывает, что три охранника уже справляются с ситуацией, с данным сценарием развития событий, и таким образом делается заключение о том, какой уровень физической защиты при данной комплектации данного объекта. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, я попытался быстренько показать в моем докладе, что мое предприятие умеет моделировать, умеет моделировать хорошо, и, собственно говоря, строит типы, строители в среде типы моделей. Для этого обладает существенным заделом и опытом. Спасибо за внимание. Спасибо.